Когда мы говорим про поиск какой-либо информации в тексте, нужно также вспомнить про текстовые форматы, которые существуют. Текстовый формат у нас бывает разный, они представляют разные данные, и мы сейчас поговорим про табличный формат CSV, или comma separated values, или значения, разделенные запятой. В общем случае файл в CSV формате выглядит очень просто. У нас есть какие-то значения, которые разделены запятой. В нашем случае первая строка это шапка нашей таблицы, у нас здесь сказано, что у нас есть имя, фамилия и баллы в первом, втором и третьем модуле. Собственно таблица наша описывает имена студентов и сколько баллов они набрали в первом, втором и третьем модуле. Здесь мы перечисляем имя студент-студент, здесь у нас студент лучший, студент хороший, первый набрал 100, 100 и 100 баллов, второй набрал 90, 92 балла и 100 баллов в третьем модуле. Данный формат идеально подходит для того, чтобы хранить табличные данные, потому что он не хранит, по сути, в себе ничего лишнего. У нас есть представление о наших данных, будь то числа или строки, и они разделены между собой запятой. Все крайне просто. В изгибаттинге есть встроенная библиотека CSV для работы с файлами в таком формате. Мы можем открыть наш файл на чтение и затем передать его в конструктор класса Reader. Он является итерируемым, то есть у него есть итератор. Мы можем перебирать с помощью данного итератора строки нашей таблицы. Первый, резонный вопрос, который можно задать, а зачем нам для этого целая отдельная библиотека? Казалось бы, мы можем сочетать наш файл построчно, разбить каждую строку под запятой и получить те же самые листы, которые мы получили с помощью данной библиотеки. Ответ заключается в том, что мы не всегда на самом деле можем это сделать, потому что существуют еще дополнительные правила. Например, может оказаться, что мы хотим использовать запятую не только в качестве разделителя в нашей таблице. Например, мы можем захотеть отделить дробную часть от целой части нашего числа. Например, в данном примере мы использовали точку для того, чтобы отделить дробную часть от целочисленной части. И если мы живем с вами в России, то мы бы использовали запятую, и тогда, когда мы запустили данный код, то мы бы увидели, что у нас появилось одно лишнее значение в строке, чего мы, конечно же, не планировали. Однако, используя CSV-формат, вы всегда можете изолировать отдельное значение, вне зависимости от того, какие символы в нем используются. Для этого вы можете использовать двойные кавычки. Когда вы закройте данное значение в двойные кавычки, вы исполните код, то вы убедитесь, что данное значение в ней попало в отдельный элемент нашей таблицы. Теперь бы мы точно не отделались считыванием построчно и сплитом по запятой, потому что когда бы мы считали последнюю строку и посплитили бы по запятой, у нас бы получился элемент, который содержал бы все кавычки, который бы мы никак не обработали. А вот библиотека CSV умеет, и она умеет еще больше. Например, мы описываем таблицу построчно, то есть мы говорим, что в строке через запятую у нас будут следовать элементы данной строки. А что если мы хотим, чтобы нашим элементам строки было что-то, что содержит в себе перенос строки? Предположим, что в нашей таблице мы бы хотели еще составить и описание для каждого студента. У нас есть лучший студент, который заработал максимальный балл в нашем курсе, поэтому мы сразу поставим комментарий, что у него идеальное количество очков. А для второго студента мы скажем, что его количество очков хорошее, но вообще мы думаем, что он бы мог постараться и лучше. Ну и в том случае, когда мы считаем, что весь данный текст является отдельным элементом нашей таблицы, именно в третьей строке, мы опять же все это дело кидаем в кавычки, мы можем запустить данный код, и видится в том, что несмотря на то, что у нас был перенос строки, это все засчиталось в качестве второй строки нашей таблицы. Таким образом, в библиотеке CSE учнены все те мелочи, которые очень легко забыть, если бы вы пытались считать все элементы таблицы сами из этого документа. Но что самое замечательное в данной библиотеке, так это то, что мы можем сами явно указать знак разделителя или, допустим, какой символ использовать вместо кавычки. Предположим, что мы теперь хотим прочитать файл, который разделен знаком табуляции, это единичный символ, вместо знака запятой, который был до этого. Тогда мы, собственно, здесь изменим CSE формат на TSE формат, потому что это tab separated values. И здесь мы передадим единственным дополнительным аргументом divimiter, то есть разделитель, которому мы будем делить данный файл. Мы передадим сюда знак табуляции, когда мы исполним данный код, то мы действительно сочетаем его правильно, и все элементы нашей таблицы находятся на местах. Данный модуль позволяет данные не только считывать, но позволяет данные также записывать. Чтобы записать файл в CSV формате, мы будем использовать райтер вместо ридера. В нашем случае мы хотим дозаписать наш файл, уже существующий в CSV формате. Мы передадим наш файл object в конструктор нашего райтера. И, что самое главное, у райтера есть метод writeRow, который будет записывать строку. Он понимает список. В нашем случае мы описали двух студентов с какой-то успеваемостью, с каким-то комментарием. И когда мы данный код запустим, то мы действительно убьемся в том, что мы записали двух новых студентов в конец нашей таблицы. Примечательно, что райтер по дефолту знает, когда ему нужно поместить значение в кавычек, потому что он, допустим, содержит в себе специальный символ, который в нашем случае является разделителем. Также райтер содержит на самом деле метод writeRow, который сразу позволяет передать список списков со значениями, которые мы хотим записать. То есть мы могли не итерироваться по нашему списку, а сразу записать несколько строк, используя метод writeRow. И мы действительно это записали в конец файла. Также мы можем уточнять некоторые поведения, которые нам требуются при записи. Например, мы можем сказать райтеру, что нам интересно поместить в кавычки все значения, которые мы записываем. Для этого мы можем передать специальный аргумент quoting внутри нашего конструктора райтера. И внутри библиотеки CSS существует пара констант, которые соответствуют тому, что нужно поместить внутри кавычек, а что не нужно. Если мы, допустим, используем quote all, то мы говорим, что нам нужно поместить все значения, которые мы записываем, внутри кавычек, и тогда так оно и произойдет. А если мы, допустим, используем quote non-numeric, то мы говорим, что все не числовые значения поместить внутри кавычек. И когда мы записываем данную таблицу, то числовые данные у нас представляются обычным образом, а строчные у нас помещаются в кавычки. CSV — это очень простой текстовый формат для табличных данных. Именно этим он и хорош. Однако даже внутри данного формата зарекламентированы маленькие правила, про которые можно легко забыть, когда вы считываете или записываете информацию. Чтобы такого не допустить, я советую вам использовать библиотеку CSV.